Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Подалко, заведующий инфарктным отделением 25-го Центрального военно-клинического госпиталя. Здравствуйте, Павел Сергеевич! Рады видеть вас в нашей студии. Сегодня тема актуальна, тема серьезная. Сегодня будем разбирать детально инфаркт миокарда. Что это такое? Что это за заболевание? Инфаркт миокарда – это некроз, или по-другому говоря, просто смерть участка сердечной мышцы, которая вызвана полной или частичной закупоркой коронарной артерии. Если посмотреть на сосуды сердца, то примерно вот так выглядит здоровый сосуд. В нем нет бляшки. Иногда, в силу разных причин, с течением времени, у пациента формируются в сосудах, в том числе в сосудах сердца, атеросклеротические бляшки. И если эта бляшка надрывается, на ней может образоваться тромб, который частично, либо полностью закупорит коронарный сосуд. Это вызовет значительное нарушение в работе сердечной мышцы. В итоге это может привести к смерти участка сердечной мышцы, ну и даже к смерти человека. Какие причины развития инфаркта? Как мы уже говорили, основная причина – это закупорка артерии тромбом. Иногда бывает спазм артерии в результате сильных эмоциональных переживаний, какой-то травмы. Может быть смешанный характер, так сказать, причин. То есть может быть и спазм, и закупорка тромбом. Иногда даже при чистых коронарных артериях, совершенно неизмененных, у пациентов все равно находят инфаркт миокарда. Такой процент тоже есть. Какие категории населения попадают в группу риска? В первую очередь это пациенты пожилого возраста с различными факторами риска. Факторы риска ишемической болезни сердца вообще делятся на корригируемые и некорригируемые. То есть некорригируемые факторы риска – это, например, пол, который дан нам от рождения, возраст. И с возрастом, естественно, риск ишемической болезни сердца увеличивается. Есть корригируемые факторы риска, как, например, ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет – частично корригируемый фактор риска, гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, и, конечно же, курение. Чем опасен последний пункт? Ну так, если вот в масштабах говорить, какой именно урон наносит курение? Я не могу сказать в процентном отношении, насколько преобладает данный фактор, но ведь мы говорим не только о ишемической болезни сердца, но, наверное, масштабы вреда курения переоценить трудно, потому что есть и заболевания артерий шеи, и заболевания артерий нижних конечностей, и патология лёгких. Я не говорю уже про онкологические заболевания, фактором риска которых курение также служит. Врачи против курения. Однозначно. Вы также сказали, что пол тоже играет важную составляющую. Всё-таки кто больше подвержен инфарктам, мужчины или женщины? Ишемическая болезнь сердца раньше дебютирует у лиц мужского пола. После 65 лет, может быть, чуть старше, риски ишемической болезни сердца выравниваются в обоих группах населения. Если говорить об опасностях и осложнениях, которые могут развиться после инфаркта? Надо начать с того, что во время инфаркта может развиться самое грозное осложнение – это фибрилляция желудочков или внезапная смерть. И, собственно, инфаркт ещё даже не успевает случиться, то есть не успевают произойти изменения в сердечной мышце, просто сердце останавливается. И 30% пациентов просто не успевают дождаться скорой помощи, у них развивается внезапная смерть. То есть когда коронарная артерия закрывается тромбом, дебютирует инфаркт, 30% умирают внезапно. Это, наверное, самое грозное. Ну, если, может быть, мы сначала скажем о симптомах этого заболевания, самым ярким симптомом инфаркта является боль в грудной клетке. Боль за грудиной давящая или жгучая. Боль может отдавать чаще в левую руку, в мизинец, в шею, в челюсть. Ну, иногда там в левую лопатку, в межлопаточное пространство. Иногда боль развивается в эпигастральной области. Люди путают это с гастритом. Говорят, я что-то не то съел. Иногда инфаркт миокарда проявляется одышкой. Так называемый осматический вариант. То есть боли нет, человек начинает задыхаться. Кашель. Иногда это вводит и врачей в заблуждение. Человека могут перевести с диагнозом бронхиальная астма, с диагнозом пневмонии. А на самом деле у него развивается отек легких. Это является одним из самых грозных осложнений. Ну, сейчас такое осложнение, как разрыв миокарда, стало встречаться значительно реже, но бывает и такое. Если говорить о первой помощи до приезда врачей, как могут близкие помочь такому пациенту? Если человек почувствовал давящую или жгучую боль за грудиной, часто эти симптомы возникают внезапно в покое, среди полного здоровья. Очень часто под утро или в ранние утренние часы, или в ночное время, то первая помощь – это, конечно, нитроглицерин. То есть таблеточка нитроглицерина с интервалом, приём таблеток с интервалом 3-5 минут. Если одна или две таблетки нитроглицерина не помогают, обязательно нужно вызвать скорость. В домашней аптечке нитроглицерин должен быть всегда, потому что не обязательно помощь оказываться себе или членам семьи. Есть соседи, знакомые, кто-то может прийти в гости, родственники быть. Поэтому это препарат первой помощи, да. Мы бы ещё стоило бы упомянуть, конечно, об аспирине, потому что при диагнозе инфаркт миокарда или прединфарктное состояние обязательный приём аспирина, как средство первой помощи. То есть 250 мг аспирина, то есть половина таблетки отечественного аспирина, нужно разжевать и запить водой. Но всё-таки это решение должно, наверное, оставляться на бригаду скорой помощи. То есть приезжает доктор или фельдшер, снимает ЭКГ, оно оценивается, оцениваются симптомы пациента, и тогда уже оказывается помощь. Но в любом случае, если под рукой есть аспирин или нитроглицерин, то до приезда скорой помощи человек может помочь. Нитроглицерин. Он может помочь, может снять спазм, может уменьшить боль, потому что сам по себе болевой синдром, он тоже может увеличивать спазм коронарной артерии. То есть возникает так называемый порочный круг. Поэтому купирование боли обязательно. Но я повторюсь, что если есть возможность дождаться скорой помощи в ближайшие 10-15-20 минут, то приём аспирина всё-таки стоит оставить на усмотрение медицинского специалиста. Если говорить о времени прибытия скорой помощи, то сколько есть времени у пациента после того, как инфаркт произошёл? Чем раньше пациенту прибудет помощь, чем раньше он будет доставлен в медицинское учреждение, которое оказывает квалифицированную или специализированную медицинскую помощь, тем лучше. В идеале, если говорить, ну давайте, может быть, скажем, о методах лечения инфаркта миокарда, и тогда можем указать какие-то временные рамки. То есть, насколько близко эти методы должны находиться к пациенту и насколько быстро ему должна быть оказана помощь. То есть, если у человека диагностирован инфаркт миокарда, то он, естественно, должен попасть в отделение кардиореанимации. То есть, не нужно самому садиться в машину и ехать в больницу. Конечно, должна быть вызвана скорая помощь. Почему так? Потому что существует определённая маршрутизация. То есть, если приезжает человек у бригады скорой помощи, диагностируют у него инфаркт миокарда, а сейчас для упрощения и облегчения тактики именно сортировки пациентов диагностируется острый коронарный синдром, так называемый, с подъёмом сегмента СТ или без подъёма сегмента СТ. Соответственно, выбирается уже стационар, в который пациент должен быть доставлен. Какой ближе, какой открыт, какой может оказать соответствующий уровень помощи. Поэтому вызов бригады скорой помощи должен быть в приоритете. Не надо обращаться самому. Естественно, не надо откладывать до завтра. Сегодня два часа поболело, вроде бы успокоилось, завтра пойду в поликлинику. Этого тоже делать не нужно. Нужно просто вызвать скорую помощь. Каждый, как говорится, должен заниматься своим делом. Не надо лечить себя, не имея на то, собственно... Квалификации соответствующей. Да, соответствующей квалификации. Пациент попадает в реанимацию, и в зависимости от того, какой у него инфаркт, или, скажем, каково его заболевание, ему могут быть предложены разные методы лечения. Естественно, что часть пациентов, которые приехали, вызвали скорую с болью в груди и будут доставлены в стационар, у них не подтвердится этот диагноз, к счастью для них. Он будет исключён, пациент будет по какой-то программе обследован и через некоторое время выписан. Часть пациентов будут лечиться консервативно, то есть различными медикаментозными средствами. Но часть из них показана экстренной коронарографией. То есть исследование сосудов сердца с помощью специальной аппаратуры, которая позволяет установить поражённый сосуд и произвести тотчас же его реканализацию, то есть восстановление просвета сосуда. Восстанавливается коронарный кровоток, размеры инфаркта при этом значительно уменьшаются. И естественно, что значительно уменьшается повреждение сердца, улучшаются шансы пациента на дальнейшую полноценную жизнь и выздоровление. Но надо сказать, что в госпитале вся эта система есть и всё, в общем-то, под рукой. В госпитале в течение 20 лет уже оказывается помощь пациентам, экстренная помощь пациентам с инфарктом миокарда. Раньше в госпиталь попадали только действующие офицеры, офицеры запаса, члены их семей. Сейчас в госпиталь включён маршрутизацию по УКС, как я говорю, маршрутизация важна. И по понедельникам и четвергам госпиталь дежурит на Одинцовский район. То есть оказывается экстренная помощь пациентам с острым коронарным синдромом всем группам населения. Дальше как осуществляется тактика лечения именно таких пациентов? Если мы говорим, что мы не берём от сивы, а вот конкретно люди, у которых произошёл инфаркт. То есть если у пациента диагностирован инфаркт с подъёмом сегмента СТ, то есть это самое грозное состояние, самое, скажем так, большое по размерам инфаркт, то в экстренном порядке им осуществляется коронарография и проводится стентирование коронарных артерий. То есть коронарный кровоток восстанавливается, тромб убирается, просвет сосудов восстановлен, проходит боль и, скажем так, выздоровление и реабилитация пациентов происходят быстрее, нежели у тех людей, которые своевременно не попали на стол к рентгенхирургу. Вот мы как раз, Вы затронули временные рамки, так сколько времени требуется для того, чтобы осложнений было меньше? В идеале самый идеальный вариант для пациента, это если ревоскулиризация, то есть восстановление коронарного кровотока происходит в ближайшие 3 часа после начала симптомов. То есть от момента боли до момента восстановления кровотока в сосуде происходит 3 часа. То есть за 3 часа человек должен попасть в лечебное учреждение, он должен понять сначала, вызвать скорую... Собраться с духом, вызвать скорую помощь. Скорая помощь должна приехать, понять, чем он болеет, доставить его в стационар, его должны прооперировать. Самый идеальный вариант это полтора часа. Ну, не так уж и много времени. Полтора часа с момента первого контакта с врачом или с фельдшером. То есть приехала бригада скорой помощи, вот с этого момента идет отчет. За полтора часа в идеале все должно быть сделано. Так бывает, конечно, не всегда. Или далеко не всегда. И не только в области, и в Москве так бывает не всегда. И на Западе тоже, естественно, не все получается. Но сейчас, надо сказать, что вообще в стране этому уделяется огромное внимание. То есть огромное количество так называемых интервенционных сосудистых центров появилось. То есть просто, если сравнивать с помощью, которая оказывалась 10 лет назад, то это огромный шаг вперед. Такая помощь есть. То есть медицина не стоит на месте, действительно движется вперед. Но все-таки нужно проходить плановую диспансеризацию, не отказывать себе в диагностике своевременной, да, и посещать врача. Ну, все-таки. Диспансеризация, профилактика – это вообще основа основ, да? И надо, чтобы, конечно… Но болезни проще предупредить, чем лечить. Безусловно. Чтобы люди были информированы о том, какие вообще есть симптомы ишемической болезни сердца. То есть иногда, я бы сказал даже, более чем у половины пациентов имеются предвестники инфаркта, миокарды. Развивается так называемая нестабильность инокардии. Человек начинает ощущать боль, в первую очередь, при ходьбе. То есть если раньше он мог передвигаться спокойно, пройти километр-другой, подняться на пятый этаж, то вдруг здоровый, сохранный мужчина, 50 лет, понимаешь, что он выходит утром на работу, проходит 200 метров, у него возникает боль в груди, он вынужден останавливаться. Так проходит день, другой, третий. Потом он начинает проходить 50 метров и вынужден остановиться. Вот симптомы нестабильности инокардии, впервые возникшей стенокардии. Важно с этим обратиться к врачу, и тогда инфаркт можно предупредить. То есть будет то же самое сделано. Коронарография, стентирование. Часть пациентов отправится... Не в экстренной ситуации, а в плановом режиме. Отправится на шунтирование, на орто-коронарное шунтирование к кардиохирургу. Только это будет сделано более планово. Пациенты с нестабильностью инокардии тоже заслуживают госпитализации в кардиореанимацию. Им также будет сделана коронарография, только в несколько более поздние сроки, то есть не в ближайшие часы и минуты после поступления. Но инфаркт можно предупредить, и важно знать симптомы. Какие существуют меры профилактики этого заболевания? Ну, мы говорили о факторах риска, то есть надо коррегировать факторы риска в первую очередь. Курение. Можно своевременно обращаться к врачу, говорить ему о том, что реально беспокоит пациента. Потому что у меня, например, недавно была пациентка, которая длительное время страдала стенокардией. Течение стенокардии ухудшилось. То есть она проходила пару десятков метров, прежде чем у нее возникала боль в груди. Ну и по какой-то причине беспокоил кашель. Может быть она простыла. Она была незадолго до того, как у нее случился инфаркт, на приеме у терапевта. Я спрашиваю, что же вас доктор не направил, у вас же были боли, почему он не направил вас в больницу? А я ему жаловалась на кашель, а про боли я не говорила. Я думаю, что это нормально. Мне же там 69 лет, все ходят за болями. Но на самом деле не все ходят за болями. Просто нужно врачу рассказывать реально то, что беспокоит пациента. Профилактический прием аспирина. Опять же, не сам пациент должен назначать себе аспирин или средство для снижения холестерина, холестерина, статины. А доктор должен определить риски и необходимость приема того или иного препарата. Но более того, кому-то эти препараты подходят, а кому-то нет. У кого-то может быть аллергическая реакция или побочные эффекты. Поэтому здесь без специалиста абсолютно не обойтись. Может быть аллергическая реакция. Может быть, что прием аспирина может спровоцировать обострение язвенной болезни. Потому что нет универсальной таблетки, которую можно было бы после определенного возраста начать принимать для того, чтобы у человека не случилось тех или иных событий. Коварство ишемической болезни заключается еще в том, что часто к инфаркту приводят небольшие атеросклеротические бляшки. То есть, бляшка, которая находится в сосуде, не вызывает в покое или при обычных нагрузках ограничения кровотока по сосуду. Симптомов нет. Но когда эта бляшка рвется в результате, скажем, переизбытков в ней холестерина, тогда и развивается инфаркт. То есть, абсолютно предупредить и предусмотреть. Это невозможно. То есть, самое главное, при первых симптомах, при первом беспокойстве незамедлительно звоним. Вызвать скорую помощь. Скорую помощь. Оставьте рассуждения квалифицированным специалистам. Пускай лечат вас о ней. Спасибо, Павел Сергеевич, за содержательную беседу. Продолжим в наших следующих выпусках говорить о здоровье сердца. Пожалуйста, всего доброго. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова